Спрос стабильный, но нет глубины продаж. Так в турагентствах говорят об этом зимнем сезоне. Алтайский край и Горный Алтай по-прежнему любимы туристами. Но за две недели до Нового года свободные места все еще есть. Выложить 6 тысяч рублей за сутки, а в новогоднюю ночь все 20, к концу 22-го готовы немногие. Однако в течение года приезжих с Урала и Центральной России было достаточно, а сфера учитывала пожелания клиентов. Купольные отели, какие-то шале с панорамными видами, может быть для более уединенного отдыха. Вот такие объекты появляются и они всегда на пике популярности. В Алтайском крае летом были популярны и Красногорский район с этнографическим туризмом, Зминогорский с историей Рудной Колывани, Солонешинский с археологическим памятником Денисовой пещерой. Но Меккой туристов была и остается Белокуриха. Зимой, по данным турагентств, треть приезжающих едут с целью оздоровления. Из-за санкций география отдыхающих у нас расширяется, что сказывается на качестве сервиса. К нам поехали очень много туристов из европейской части, которые также предъявляют свои правила и условия сервиса. Подача завтрака в номере, индивидуальный трансфер, какие-то дополнительные услуги, не просто оздоровительные какие-то программы, какие-то СПА-процедуры, уходовые процедуры. По прогнозам властей, до конца 2022-го наш регион посетят 2 миллиона туристов. Популярность отдыха внутри России в этом году была неизбежна. Агентство активно работает по направлениям Санкт-Петербург, Москва, Сочи, а также Турция, Таиланд, Эмират и Египет, Мальдивы. Азия с пересадками начала продаваться с лета. В этом году из-за того, что несколько раз направление закрывали, открывали и так далее, у нас, естественно, был большой, мы сильно просели в нескольких месяцах, но потом за счет летних месяцов мы догнали. Ну и за счет того, что стоимость туров за границу сейчас стала гораздо больше, чем в прошлом году, и уж тем более 3 года назад, то наши фирмы финансовые результаты лучше в этом году, чем в прошлом. Но самих клиентов меньше на 20-30%. В провале бюджетный сегмент. Сейчас ему точно не по карману тур за 100 тысяч рублей. Изменились и оставшиеся покупатели. Клиент сейчас стал более требовательный, более избирательный, потому что в период пандемии, в период вот сейчас отмены рейсов из-за спецоперации, многие турфирмы, кто-то закрылся, кто-то плохо общался с клиентами, и клиенту уже, клиенту нужна забота. Он должен понимать, что если вдруг случается какая-то сложность, его никогда не оставят без внимания, что о нем позаботятся, его вытащат из-за границы, вот как сейчас из Египта, там вытаскиваем. Но в туротрасли уверены, что бы ни происходило, отдыхать человек хочет, и продажи будут. И чем взыскательнее клиент, тем лучше качество, считают эксперты. И пусть хотя бы через претензии уровень сервиса на Алтае начнет повышаться. Анастасия Дороган, Александр Антропов, День с толком.